Уже сутки ангарчане пользуются общественным транспортом, который работает по новым правилам. Изменения продиктованы муниципальным контрактом. В нагрузку перевозчикам, обслуживающим такие прибыльные маршруты, как 11, 8 и 7, отданы весьма непривлекательные – пятерка, тройка и единица. Цель местных властей понятна и проста – не оставить без транспорта жителей отдаленных районов. Всем запомнилась, наверное, зима 2016 года, когда 18 января у нас стали маршруты. Это отдаленные Саватеевка, Юго-Восточный у нас ставал и Цементный. Это наши социально значимые маршруты, перевозки, по которым мы вынуждены компенсировать и искать надежных перевозчиков. Распределение социальной нагрузки выгодно не только для пассажиров. Бюджет освобожден от непосильных компенсаций, на которые претендовали перевозчики. Новые условия, к сожалению, понравились далеко не всем. Но, к сожалению, ни один перевозчик, который ранее работал на маршруте, не заключил такого договора. При этом все предложения, которые от них звучали, это отдать нам наши полмаршрута, не включая убыточные маршруты. От обслуживания пассажиров сразу же отказались три предприятия. Нагрузка легла на плечи оставшихся семи. Ну, были, конечно, трудности, потому что водители, автобусы, дополнительная нагрузка сразу легла на диспетчеров, на медиков, на всего, в том числе на нас. Но, тем не менее, достойно, все население уезжает вовремя. А вот пассажиры, к счастью, никаких трудностей не почувствовали. Многие с удивлением услышали сообщение о том, что в городе перебои с транспортом. Ходят нормально автобусы, зря они вообще у них ездили. Ну, а транспорт, не знаю, меня устраивает, все хорошо ходит. Каждый день нравится, все нормально. Ежедневно в рейс выходит более 200 автобусов, включая городские и пригородные маршруты. Вместо машин, отказавшихся предприятий, Союз перевозчиков вывел 12 новых вместительных автобусов. В общественных перевозках ситуация стабильная, все маршруты работают, транспорт выходит в полном объеме, четко по расписанию. Тем более, что с недавнего времени практически каждый человек, обладающий современным телефоном, может самостоятельно контролировать движение автобусов через интернет-программу Go to Bass. Приложение позволяет любому пассажиру в онлайн-режиме найти и дождаться нужного автобуса. А с 1 октября проблема перевозок решится и в вечернее время. Дежурные автобусы будут ходить по всем маршрутам до полуночи. Елена Мельвет, Наталья Никифорова, Антон Бархатов. Местное время.